И первый бой. Первый бой. Воррен Стевельманс против Саёка Пумтнангуманга. Вот такое сложное имя у тайца. Ну, Саёк его все зовут. Вот, кстати, он легок на помине. Здесь душевой греется. Ну, а Ворона Стевельманса зовут Шака Зулу. В раздевалке у Ворона Стевельманса, у Шака Зулу. Рабочая атмосфера. И я считаю, что будет тяжелый бой, говорит Воррен. И, конечно, я уверен в себе, потому что очень здорово тренировался и готовился к этому бою. А соперник, да, он сильный боец. Он никогда не проигрывал ни разу. Я слышал об этом. Даже слава о нем дошла до Голландии. Я знаю, насколько он силен, но я чувствую себя хорошо. Ты будешь острый, словно нож сегодня, шутит Сэм. Какие уж тут шутки. Я действительно очень быстрый, очень острый. И я не могу уже ждать. Я готов прямо сейчас идти на ринг и готов к войне. Готов сражаться. Готов к пяти раундам. Бой сегодня будет по формуле муай-тай. Полная формула с ударами локтями. А это Сайок. И он желает своему сопернику удачи сегодня. И, конечно, это будет не война на ринге, а спортивный поединок. И я совершенно не считаю его своим врагом. Ничто не мешает нам хорошо побоксировать сегодня. Мы желаем тебе тоже удачи. Спасибо, отвечает Сайок. 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 Уоррен Стевельманс. Боевой псевдоним Кшака Зулу. И его соперник Сайок. 24 года. 180 поединков он выиграл. Но вот в протоколе указано, что 39 поражений у него. Ну, 180 побед вы можете себе представить в боях муай-тай. Шака Зулу стейплбол. Шака Зулу 26 лет. На два года старше своего соперника. И 49 побед, 10 поражений. 15 боев выиграл нокаутом Уоррен. 68 килограммов 200 граммов. Чуть потяжелее Сайок. 69 500. Таков вес. Таиландского боксера. На голове боксера Монг Конг. Это амулет. Кстати, вот на бицепсах тоже. Уже неоднократно мы с вами говорили о том, что, как правило, любимая и самая дорогая женщина, иногда это жена, иногда это мать, иногда сестра, с молитвами и пожеланиями успеха, добра, с просьбами уберечь дорогого человека. Сплетает из большого-большого количества вот этих нитей Монг Конг, вот эту повязку, которая на голове находится. И вот намоленная такая косичка помогает. Ты знаешь, что тебя любят, тебя помнят, тебя ждут, о тебе думают, тебе желают удачи. И сейчас Сайок исполняет рамуай, танец. Кто-то говорит, что здесь элементы разминки присутствуют, но, несомненно, в то же время все исполнено глубоким смыслом и каждое движение носит, попадящие корнями вглубь веков, ритуальный смысл. Каждый готовится по-своему. Еще раз напомню, правила муай-тай. Полная версия. Разрешены удары руками, как в боксе, а также ногами, коленями и локтями. А также разрешен клинч, захваты и вот такие скрутки. Проски. Ну, существует ограничение. Запрещены удары локтем в область позвоночника. Скручивать шею сопернику запрещено. Нельзя наносить удары головой. Но правила позволяют вести бой очень жестко. Перед боем Монконг тренер снимает. С ранних лет начинают готовить себя к поединкам мальчишки в Таиланде. Итак, в бирюзовых трусах, таких цвета с небесной лазури. Уоррен Стевельманс, Шака Зулу, будем его называть. И в таких оранжево-желтых. Тайок. Представители сборной Таиланда. Оба в правосторонней стойке начинают. Я не удивлюсь, если поменяют стойку. Но пока. Обмен первыми ударами. Удар. Кей-1 называют его. Фронт-кик. Ну, а вот такой прямой, немножко топчущий удар сейчас нанес Саёк. Муай-тай его называют. Сип. И мгновенно хай-кик справа в голову. От души вкладывается в удар Шака Зулу. Стевельманс начинает издалека. Хорошей дистанции, на хорошей скорости. По-прежнему в атаке Стевельманс. Из, ну не скажем так, подготовки атаки. Потому что довольно четко и сурово встречает Саёк. Хороший сейчас прием использовал Стевельманс. Наносил удар ногой Саёк. Но практически в этот же момент бил рукой Стевельманс. Таиландцы очень мощно наносят удары ногой. У них это получается настолько естественно, легко. И наносит удар в нужный момент. Он просто сдувает иногда соперника. Как лист бумаги со стола. Повершился первый раунд. И по-хозяйски в своем углу Саёк принимает сейчас помощь секундантов. Мгновенно наносит удары Саёк. Он сейчас слева попадал по локтю. И даже не показал виду. Пятираундовый бой. Пять раундов по три минуты. Конечно, непростая формула боя. Но это классическая для муай-тай формула. И при хорошей подготовке, при регулярных занятиях, при наличии квалифицированного, небезразличного, а талантливого тренера, боксер в таиландском боксе выходит на поединок здорово защищенным. И несмотря на то, что, казалось бы, много ударов в ногу, удары локтем наносятся, но навыки привитые во время тренировочного процесса, и общая функциональная подготовка позволяют в таких сложных, в такой агрессивной среде, в таких сложных условиях выживать и чувствовать себя довольно комфортно, не терять способности оценивать ситуацию, принимать решения и действовать. Тевельман яростные атаки предпринимает. Слевой удар у него неплох. Ну, ответ Саёко такой, я бы сказал, асимметричный, но адекватный. Локтем. Чуть-чуть сверху. Опаснейший удар. Пока удары локтем практически не использованы в этом бою, придерживают это оружие каверного. Попробуем. Вот атака Саёко. Вы почувствовали, как он стоит? Насколько мощно он рвется вперед и делает это осмысленно, а роняет соперника крепкого, тренированного, опасного, как младенца. Это великая школа работы в клинче. Равно, как и искусство нанесения удара в супер ближнем бою. всему этому учит Муай-тай. Разошелся Саёко. Раунд завершился. Но у нас с вами небольшой перерыв. И мы вновь вернемся на ринг Муай-тай. Жаркая борьба сегодня предстоит спортсменам. на ринге по-прежнему Уоррен Стевельманс и Саёк. Вот он. Отличным запасом прочности и атакующим потенциалом обладает Саёк Ун Фанг-Ванг. Вот так звучит. Еще раз напомню полное имя этого боксера из Таиланда. И в предыдущем раунде он здорово потрепал Тевельманса. Такие тяжелые раунды. то складываются ощущения будто на ринге они уже давным-давно настолько насыщены борьбой и вот яростью этот поединок. Такие пошли в ход локти. вязнет в клинче Тевельманс и вновь тип. Простой удар, который в арсенале наверное всех армий мира находится. очень надежный удар просто выбрасываешь ногу вперед и сносишь своего соперника. А вот и скрутка. Сложность в чем? Невероятно трудно взять захват в боксерских перчатках. Бойцы Муай-Тай так распределяют вектора нагрузки и чувствуют равновесие соперника, что ювелирно, непринужденно и очень эффектно выполняют скрутки сверху локтем. Вы обратили внимание на этот эпизод? Взлетел Саёк и пикировал. Левым коленом внутри клинча пытается ударить локтем Саёк сложно. Шеверманс очень хорошо подготовлен. Идет бой в высоком темпе. Справа локтем. На выходе слева бьет локтем Саёк завершился третий раунд и лишь то, что Саёк находится в отличной форме лишь благодаря этому бой продолжается. А так Саёк просто настоящий терминатор. И нужно сказать браво Стевельмансу, что он противостоит этому опаснейшему Таиландцу. Ну, кто-то говорит Тайцу. Брона все-таки называется Таиланд. Бой Таиланд... Бокс Таиландский. Хотя против тайского бокса я тоже ничего не имею. не имею. Таиландский Таиландский талант Таиландский талант боев муай-тай. Таиландец сопровождает каждый поединок. Фиксированный набор инструментов. Флорнет. Ударные. Треугольничек звенит. И удар локтем справа. Чуть-чуть сверху. Очень сложная траектория. Вот сейчас руки оба взяли захват. Кто как. Действия Саёка мы бы сейчас увидели, если бы не мешался Рефери. Держится за канаты. Тевельманский. Четвертый раунд. Но по-прежнему быстро. Быстро Стевельманс. Ставит защиту Саёк. Вот вам и скрутка. То, о чём мы с вами говорили. На ровном месте, казалось бы, из безобидной ситуации. Швыряют соперника. Помните, как в Кавказской пленнице? Лёгким движением ноги. И вновь. Движения легки, а последствия не очень приятны для Тевельманса. Рефери мешался, потому что боксеры держались за канаты. Саёк приглашает голландца, чтобы тот поработал. Даже опускает руки. И вновь. Широкий жест Саёка. Свободное дыхание. Сейчас очень важно подготовиться к решающему пятому раунду. Заключительный. Начал движение. Вы обратили внимание на эту атаку. И локтем заканчивал эту серию Саёк. Вроде бы захватил ногу Тевельманс. Но Саёк удержался в вертикальном положении. Как это важно — сохранять вертикальное положение в нашей жизни. И как бы нас не, как говорят у нас в Академии наук, как бы не колбасило нас, мы всё равно должны оставаться в вертикальном положении. Сохранять гордую осанку и помнить, что человек — существо прямоходящее. Нужно идти по жизни гордо, с высоко поднятой головой, но вместе с тем поглядывать под ноги и по сторонам. Заключительный пятый раунд. Тевельманс взвёл свою боевую пружину, ударил по канатам и ринулся в атаку. Попадает в разрез слева Айде Стевельманс. Очень хороший парень. Издалека встречает Саёк. Началась игра. Опасная игра. Оба дёргают тигра за усы. Оба обладают нокутирующим ударом. И, конечно, сейчас каждый старается немножко выманить своего соперника, заставить ошибиться. Несколько раз сегодня пытался Тевельманс плеснуть как следует биллу слева, биллу справа. Саёк делает это большим энтузиазмом. И удар у него поставлен, но попасть в Саёка не удаётся. Не удаётся пока. Однако ещё есть почти полминуты, прежде чем удар гонга остановит поединок. Бойцы из Таиланда работают очень прагматично и очень функционально. Удары, как правило, все очень, может быть, не такие частые, но основательные. В поле ты бьёшь, так нужно бить как следует. Завершился пятый раунд. И Саёк отправился благодарить секундантов и тренеров своего соперника. Ну а Уоррен Стевельманс едва не повис на канатах в своём углу. Это был первый бой. Сам бой уже окончен, а решение ещё до сих пор не принято. Конечно, Саёк выглядел более уверенно, более убедительно боксировал и преимущество его чувствовалось. Но напомню, что поединки проходят в Голландии. И матчевая встреча сборной Таиланда, сборной Голландии. Началась поединка Стевельманс и Саёк. Но единогласное решение судей объявляет победителя этого боя. И им не оказался, а стал заслуженно Саёк. И выиграл турнир «Флэм» номер 6. Да, вот каков этот чемпион, вот каков этот боец. И не менее гордые и талантливые спортсмены сегодня выйдут на ринг. Потому что в сборной Таиланда и Голландии очень хорошие атлеты. Ну что, доволен? Счастлив? Да, я счастлив, отвечает Саньёк. Но нас ждет новый бой. ПОДПИШИСЬ!